Команда любителей физкультуры из Самары разминается перед трехкилометровой дистанцией. Ее бегут на легкоатлетическом марафоне Соколья-Горы и семьями, и корпорациями. Андрей Смолев уже три года как заразился ЗОЖ, поэтому забег для него как экзамен. Его он сдает ежегодно, а в этом году рассчитывал получить с командой золотую медаль. Возраст уже перевалил за 30, поэтому чувствуется, что и метаболизм немножко меняется, и хочется как-то его ускорить, хочется немножечко лучше дышать. Курить бросил уже давно, но все равно этого мало оказалось. Хочется чувствовать себя еще бодрее, веселее. В первый день соревнований на дистанции вышли легкоатлеты со всей страны, порядка 500 человек. Пока это абсолютный рекорд. На следующий день спортсменам пришлось оседлать горные велосипеды и впервые на соревнованиях Соколья-Горы преодолеть более длинные дистанции. 10, 17, 34 и 51 километр. Пока марафон на велогонку оценивали отдельно, и после финиша призеры получали награды, а участники – памятные медали. Ограничений практически нет, главное, чтобы была справка и страховка. Участников очень много, у нас в этом году с 13 субъектов федерации, и, к сожалению, даже вот всех участников, всех лидеров, ну, невозможно просто узнать. Вот, поэтому, например, на лыжном марафоне у нас победители был прям, ну, сюрприз большой, который прилетел с Сахалины. Вот, поэтому посмотрим, как все сложится. Если удастся договориться с федерацией гребли, то уже следующим летом в акватории Волги пройдет турнир по гребле Соколья-Горы. А зимой любителей ЗОЖ ждет классическая традиционная лыжная гонка. И там определится абсолютный чемпион. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Субтитры создавал DimaTorzok